Девять современных художников из разных уголков России отправились в экспедицию по Ямалу и побывали в Муравленко. Их цель – познакомиться с культурой севера и создать единую выставку. Знакомство с городом для гостей началось с аудиоэкскурсии «Маленькие истории большого счастья». В этот раз к голосу самого города добавились ещё два. Факты остановления Муравленко сменялись историями двух влюблённых людей. Их озвучили актёры петербургских театров «Софья и Максим». Через историю своей любви и своего детства они поделятся эмоциями и впечатлениями от жизни в нашем городе. И, соответственно, это поможет нашим гостям воспринять эту экскурсию не просто как стандартный маршрут, а как что-то более личное и, возможно, позволит им полюбить наш город уже с первой прогулки. Художники погрузились в особую атмосферу, узнали о восьмиметровом памятнике Виктора Ивановича Муравленко и загадали самые заветные желания под ротондой в сквере «Дружбы народов», которая особенно впечатлила гостей. «Она очень масштабная, я это точно вижу, и мне бы хотелось, наверное, посмотреть на неё вечером, потому что я вижу здесь очень много огней, и думаю, вечером она приобретает новый интересный вид. Желания нельзя рассказывать, если ты их загадал или не сбудется». Чтобы исследовать культурные особенности Ямала, девять художников в ходе экспедиции посетят Ноябрьск, Новоуренгойлы, Бытнанги, Таркасале, Губкинский и Салихард. Муравленко стал вторым в списке посещаемых городов. Михаил Добровольский из Воронежа настолько вдохновился экскурсией, что прямо во время променада делал зарисовки в своём блокноте. Основа его художественной практики – это наблюдение за людьми и исследование городской среды и уличного пространства, находя в них межличностные конфликты. «Например, я рисовал людей, которые нам встречались. Наталка – это магазин, мне понравилось название. Соответственно, здесь тоже несколько персонажей, которые нам встретились. Вот этот дед, который курит, он, казалось, какой-то охранник, он очень такой фактурный был у него, смешное такое было одеяние. Он в таком ватнике был, достаточно интересный. Галстучки нам встретились, несколько человек в галстучках, соответственно. Ну, это молодой человек, видимо, который служит на билборде, был, без этого никуда». После ярких впечатлений от знакомства с городом во время променада гости отправились в одну из главных достопримечательностей Муравленко – культурно-оздоровительный центр. В Сибири команда художников встретилась с жителями. Они рассказали о своей творческой деятельности, подискутировали. Участники мастер-класса художницы из Екатеринбурга Екатерины Поединчиковой сделали собственные арт-объекты в технике фотоколлаж. Для этого вооружились клеем, ножницами, фотографиями, цветной бумагой, картоном и, конечно же, своей творческой фантазией. «Во-первых, сама женщина очень такая интересная. И для меня акцент сложился на её глазах, её взгляд. И я хочу этот взгляд сделать центром композиции. Пытаюсь так выстроить работу, чтобы глаза были центром. Вот у нас есть такой принцип у художников, когда изображение воспринимается по спирали слева направо. Вот так вот. То есть здесь как раз будет такой принцип в работе». Итогом экспедиции художников станет выставочный проект о Ямале, который представят в ноябре в Салихарде. Татьяна Максимова, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова